Новый Volkswagen Touareg в R-Line, куча глянца черного моего любимого, красивая оптика, современные диски, можно даже на секунду подумать, что диски как от электрокара, но нет, это не так. Логотип R, сзади на обновленном Touareg уже идет эта моноброс цельная, вот так вот подсвечивается, многим не нравится, говорит Китаем это ее тайтишками, ну в принципе уже привыкаем, вроде и гармонично. Внизу у нас раздвоенный выхлоп, тоже черного глянца, бампер, эти ромбы, ну выглядит красиво, но надо защищать фленочками, потому что этот черный глянец быстро превратится в черный мат. Вот так на что R-Line выглядит в салоне, карта, карта дверей абсолютно вся прошита кожей, строчка, везде все мягко, здесь подсветка, черный глянец, память сидений, ниша, ниша изнутри не обшита ни войлоком, ничем, но войлок на дне. Кнопка открытия-закрытия багажника, кожа, кожа красивейного цвета, она на самом деле синяя, ну темно такая, черно-синий назовем так, камера вряд ли передаст, но цвет прекрасен. Классный, удобный руль, руль с перфорацией, чтобы руки не потели, лепестки, ну вы знаете мое отношение к этим лепесткам, мне не очень нравятся вот эти пластиковые такие кнопочки с маленьким ходом, но сам руль тоже логотип R, черный глянец, эти кнопки сенсорные с имитацией механического нажатия, мне очень нравится, к рулю претензий нет. Рулевая колонка у нас электронная, регулируется по вылету, вверх-вниз, все электронно. Приборка отличного качества, сам дисплей очень достойный, яркий, возможно могло быть бы немножко лучше сглаживание краев, но сам пиксель, его размер, плотность, ну на отличном уровне претензий нету. Оба эти дисплея отличного качества, там резкость, четкость, все супер. На этом дисплее мы можем вот так вот убрать и выбирать, что у нас будет музыка, состояние автомобиля, ночное видение, оффроуд, кстати уровень крена он отображает вот таким вот образом. Можно и здесь его отображать и сюда выводить. Есть проекция, ну ее сейчас не видно, но она большая, информативная, она двигается вверх-вниз, то есть вы можете ее выставить именно в том положении, в котором вам надо, она распознает знаки. Ну короче, прикольная штука. По центру у нас широченный огромный подлокотник, тоже он кожаный, кожа прекрасного цвета, такой сизый цвет. В подлокотнике два USB-C, он с подсветкой, весь обшит войлоком. Обычных USB 2.0.3.0 в автомобиле вы уже не найдете. У нас присутствуют все возможные режимы езды. Это оффроуд, песок, гравий, эксперт, спорт, индивидуал, комфорт. Кстати, в индивидуале, выбрав его, нажав шестереночку, вы можете здесь настроить абсолютно все. Все под себя подогнать, как вы хотите. Кстати, пневма имеет, получается, спорт, стандарт, оффроуд и оффроуд плюс. Ночное видение. Он там в оранжевые квадратики берет потом пешеходов. Ну, когда вы едете, если он обнаруживает на обочине или где-то пешехода, он в таком оранжевом квадратики будет. Так вот отображается пневма, оффроуд, оффроуд плюс, дорога. Все с черного глянца, красота, но надо защищать пленочками. Ну, мне очень нравится. Подстаканники подсвечиваются, прорезиненное дно, фиксация, ключ тоже с черного глянца. Есть такая огромная пепельница. Ну, пепельница классическая, фольксвагеновская, она всегда такой была. Ну, я имею ввиду, что уже там, я не помню, с 18-го года, по-моему, они такими и остались. Вот так вот подстаканники. Шторка. За шторкой у нас беспроводная зарядка и еще один USB-C и прикуриватель. Присутствует амбентная подсветка. Здесь вот эта штука подсвечивается, там вот Туарег написано. Вы можете по палитре выбирать зоны, каким будет, где подсвечиваться. Также можете выбрать яркость, где конкретно можно выбрать все сразу. Сами сидения, они с вентиляцией, с массажами, с поддержками. К сидениям абсолютно никаких претензий нет. Классные, удобные, добротные. Настройка, глубина, вентиляция, массаж. Есть несколько вариантов. Хвыля, плача, попорок. Короче, можно массажировать абсолютно всю спину. Здесь по менюшке, значит, CarPlay. CarPlay классный. Он на весь дисплей растянут. Вообще обалденного качества, все четко. CarPlay супер. Акустика здесь Dino Audio. Звучит классно. Настрой, и вот если правильно настроить, кто понимает, под себя звук очень достойный. Ну, реально порадовал. По настройкам. У нас есть вспомогательные системы. Ну, их много, но самое классное это вот это. Также присутствует подогрев руля. Есть три степени интенсивности. Нормальная большая ручка, как и в обдюхах есть. Ну, не маленькие вот эти уже камушки и кнопочки, а вот именно еще селектор, ручка, за которую можно полноценно взяться. Бардачок тоже весь в войлоке, ничего там дребезжать не будет. Торпеда вся мягкая, прошита, строчечка. Она вообще нежная-нежная. В зеркалах у него присутствуют мертвые зоны. Вот так вот оранжевым подсвечивается. Задних пассажиров тоже не обидели. Присутствует подогрев сидений, климат. Задняя карта тоже из подсветка, шторки. Короче, класс.